В этом году в Сочи 1 мая, по крайней мере, природа решила отметить в своих климатических традициях температура воздуха около 16 градусов со знаком «плюс». И по данным синоптиков, местами идет дождь. Сквозь тучи пробивалось солнце. Такое настроение природы отразилось и на настроении горожан и гостей курорта, которые пришли на площадь Зимнего театра, чтобы вместе отметить праздник весны и труда. Ветераны, трудовые коллективы, школьники, студенты. До начала шествия еще полчаса. А площадь Зимнего театра уже не вмещала всех желающих принять участие в первомайской демонстрации. Тем временем в Музее спортивной славы Сочи собрались поклонники Евгения Плющенко. Некоторые специально приехали из Крыма. Они ждали своего кумира. Олимпийский чемпион пришел на встречу не с пустыми руками. Известный российский фигурист преподнес городу, как он говорит, свои счастливые доспехи. Костюмы-коньки, в которых он завоевал золотую медаль в Сочи. Есть желание тренировать и, может быть, даже выступать за Сочи. Поэтому многие, наверное, знают, что я вернулся или, можно так сказать, возобновил свою спортивную карьеру заново, потому что сейчас нету никаких проблем со здоровьем. Поэтому я не исключаю, что в ближайшем будущем мы будем с вами видеться на больших спортивных аренах. После автограф-сессии олимпийского чемпиона уже ждали на Первомайском параде. Праздничное шествие по традиции открывали ветераны. Надежда на будущее прекрасной России и нашего народа. Праздник! Следом по курортному проспекту шли работники администрации города. Мир, труд, весна – традиционный лозунг Первомайской демонстрации. Настроение праздничное, очень хорошее. Впереди действительно курортный сезон. Я уверен, что он будет просто замечательным, потому как спросом пользуются курорты Сочи. Более того, постолимпийское наследие нам создало хорошую базу. И сегодня мы можем только надеяться на самое лучшее. И это так и будет происходить. У нас все будет замечательно. Каждый коллектив старался выделиться из колонны. Одни пели и танцевали, другие, как фан-клуб хоккейного клуба Сочи, несмотря на окончание сезона, продолжали поддерживать свою команду. Представители спортивного Сочи играли в футбол, теннис и даже боролись на импровизированном ринге. Кстати, спортивная делегация курорта на шествии была самой многочисленной. Колонна со спортсменами, в том числе и любителями, растянулась почти на километр. Это почти вся дистанция первомайской демонстрации. Среди районов возглавить шествие доверили, как говорили в советское время, передовикам производства. По итогам прошлого года это право заслужил Хостинский район. Следом с трибуны приветствовали центр города. В этом году лейтмотивом первомайского шествия стало 70-летие Великой Победы. Везде присутствовала символика 9 мая, а песни военных лет пели не только творческие коллективы с машин, но и обычные сочинцы в колоннах. В колоннах шли не только горожане, но и гости курорта. Многие, по их словам, были в хорошем смысле шокированы масштабом праздничных гуляний в Сочи. У вас город очень сплоченный. На демонстрацию вышло очень много народа. Это очень весело. Те, кто уже прошел демонстрации, ждали. На Северном Малу развернулась ярмарка. А около Гранд-Марины можно было полюбоваться выставкой яхт. На Южном Малу звучали русские народные мотивы, песни военных лет, в исполнении творческих коллективов города и края. Артистам подпевали даже юные сочинцы. Звучали в этот день, конечно, и поздравления прохожих. Незнакомые люди желали друг другу счастья и, конечно, мирного неба. К примеру, пожилая чета из Украины специально приехала в Сочи отпраздновать 1 и 9 мая. Вместе, как и в былые времена, единой советской семьей. У вас тут просто рай. Вот настоящий рай. До того красиво все цветет. А люди сегодня... Вообще такой демонстрации, по-моему, не было. Чтобы два часа шла демонстрация, и такой подъем солнца пробивается. Всем счастья, здоровья. И радуйтесь жизнью. После концерта кто-то отправился в гости, а кто-то отдыхать к морю. Несмотря на прогнозы синоптиков, погода позволила в Сочи провести по-настоящему весенний теплый праздник. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова